Евгения, расскажите, пожалуйста, какие есть основные причины мужских проблем? Ну, я не знаю, по своему опыту, может вы что-то знаете, может быть, просто с точки зрения биолога, медицинской, что вообще бывает и потом уже расскажем, как с этим бороться. Ну, я хочу сказать, что на самом деле причины всегда очень простые. Первое, это, собственно говоря, неправильный образ жизни, неправильное питание, отсутствие каких-либо физических нагрузок вообще, это вредные привычки, алкоголь, сигареты, это, соответственно, могут быть какие-либо заболевания или проблемы с позвоночником или вирусные заболевания, даже обычные ОРВИ или ГРИП могут сказаться. Чтобы было понятно, здесь для усугубления, то есть здесь в этом нет ничего фатального или страшного, но мужская психология играет злую шутку. Если женщины привыкли, что если у них какие-то возникают подозрения или проблемы в течение максимум недели, они оказываются, как правило, у своего врача, либо находят доктора и рассказывают, собственно говоря, своих проблем для того, чтобы те развеяли их необоснованные подозрения, либо, собственно говоря, приняли какие-то меры, или подсказали, что делать. Мужская психология работает очень крайне просто, играя с нами в злую шутку. Мы никогда не спросим у своего друга или знакомого, Серега, как ты думаешь, что может быть со мной, вот уже неделю у нас с женой проблемы. Мы считаем это ниже своего достоинства. Но Серега-то авторитет, конечно. Советоваться с другим мужиком у нас не принято вообще. Это только в крайних случаях, и в особых случаях доверие. Мы до последнего будем откладывать визит к врачу, потому что будем считать, что если мы расскажем кому-то и пойдем к доктору, это мужская психология, это мы покажем чем-то здесь свою слабость, неуверенность и так далее. Как правило, мы находим в интернете, либо где-то еще, если понимаем, что проблемы есть, простые рецепты, пытаемся решить проблемы. И, собственно говоря, которые ложатся, как правило, просто на, если с медицинской точки зрения, малое кровообращение в малом тазу, и, соответственно, застой в предстательной железе, а дальше туда, до этого ложится уже инфекция.